Лучшие в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Интересная пятница на телерадиоканале Страна.ФМ продолжается. У нас программа «Лучшие в стране» в эфирной студии Роман Шахов, Лиза Калинина и наши гости. Дорогие друзья, у нас в студии сегодня находится пиар-директор Центра дизайна Artplay Наталья Рубина. Наталья, здравствуйте. 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 Artplay мы любим и ценим. Один из самых таких инновационных, модных, культурных площадок в столице, да и в России, наверное. Но мы сегодня будем говорить конкретно о выставке, которая сейчас идет и приурочена на дню рождения Микки Мауса. Правильно все говорю? Да. Выставка стартовала. Да, 10 октября она открылась. Ну и как уже итоги какие-то можно подводить? Как дела? Ну, смотрите, итоги какие бы то ни было подводить пока рано, но фидбэк от пользователей, от посетителей самый, что ни на есть, благодатный. То есть мы очень редко открываем в Artplay какие-то выставки, направленные именно на детей, на детскую аудиторию. У нас все-таки больше молодежная, 18-25, те люди, которых называют сейчас хипстерами. Поэтому мы не специализируемся на детских выставках. Вот последняя, наверное, была посвящена Балроботам, посвящена роботам. А тут открыли, и теперь к нам ходят детки, но не только те, кто любят Микки Мауса. То есть люди специально приходят в одежде с Микки Маусом. Как же дети? В 28-м году Микки Маус родился. Дело в том, что когда герой 90 лет, то приходят люди разного возраста. Вы знаете, Диснея не любит акцентировать внимание на том, что он старый, ему 90 лет, он не стареет. Нет, он не старый, он зрелый, взрослый. Просто он не меняется, но в целом, конечно, его пик популярности пришелся на 40-е, 50-е годы. Поэтому мы боялись, вдруг современные дети не знают Микки Мауса. Он же теперь в кино-то уже не снимается, в мультфильмах не снимается. Он стал таким глобальным символом, логотипом Диснея. Но нет, все-таки знают дети Микки Мауса, очень любят, фотографируются. Мамы знают, мамы приходят, видимо, поностальгировать по тем временам, когда они были маленькими и носили тоже часы с Микки Маусом какие-то. Мультики смотрели. Да, мультики смотрели диснеевские. Класс. Ну, смотрите, Наташ, расскажите, что там. Там фигуры Микки Мауса, фотографии, может быть, люди в костюмах Микки Маусов. Иллюстрации. Может быть, Дисней там что-то, инсталляции какие-то, что там. Да, конечно, с удовольствием расскажу. Мы специализируемся на мультимедийных выставках. То есть мультимедийная выставка, она устроена так. Есть два зала. В одном объекты, фигуры Микки Мауса, как вы сказали, такие блестящие, светящиеся, похожие на дискошар. Микки Маус встречает посетителей при входе. И там все залипают, надолго с ним фотографируются. Потом есть история персонажа, потому что нам было важно показать, как появился Микки Маус. Что Олд Дисней не считал его мышонком, он считал его мальчиком. То есть это по мифологии Дисней Микки Маус – это человек, антропоморфный персонаж. То есть мы рассказываем историю персонажа. Там дети могут поучаствовать на таком большом тач-столе в викторине, поотвечать на вопросы, выбирать правильные варианты ответов. И в итоге победить или не победить. И есть серия… Ну то есть зал представляет собой еще и работы современных художников. Есть серия современных стрит-арт художников, которые нарисовали прямо там огромных Микки, золотой Микки. Микки, которого засасывает в такую вот воронку. Это Дмитрий Левочкин, наш любимый автор. И стена славы Микки, где, собственно говоря, нарисован большой Микки Маус, который шагает в мультимедийный зал. Такой модный, авангардный в стиле стрит-арта. А уже в мультимедиа-зале начинается, собственно, сама выставка. И она рассказывает историю от рождения персонажа и до наших дней через влияние на культуру, на моду. Потому что Микки изображали все ведущие художники. Ну да, конечно. Энди Орхол. Причем разные они отличались. Да-да-да, Пикассо, Дэмион Хёрст. Все брали этот иконический образ в свои полотна. И Микки влиял на модные бренды. У него есть коллаборации практически со всеми модными брендами. И всегда вокруг каждой коллаборации большой шум, большой хайп. Мне кажется… Да, потом поговорим. Сейчас сделаем маленькую паузу, ну а потом вернемся. Не переключайтесь. Лучшее в стране. Дорогие друзья, это телерадиоканал «Страна.ФМ». Мы продолжаем общаться. Наши гости – Наталья Рубина, пиар-директор Центра дизайна «Артплей». Давайте познакомимся с Центром поближе. Да, мы, конечно, о нем знаем много, но у нас есть такой видеоряд любопытный. И, Наташа, ну с вашего старта команды мы презентуем его. Да, мы можем посмотреть. Если что, вы нам уже потом прокомментируете, друзья. Итак, внимание на экран. Посмотрим, что там интересного есть. Ну «Артплея» в этом году исполняется 15 лет. Он уже самый, наверное, старый арт-кластер в Москве. Основан был в 2003 году. Сначала появился на Меусской площади, на Белорусской. Это было совсем маленькое пространство, шоурум, мебели, в котором проходили такие между собойщики, квартирники, выставки. И потом, когда стало понятно, что эта история масштабируема и что она популярна. Модная такая среда. Да, архитекторам и дизайнерам хочется как-то быть вместе, тусоваться. Общаться. Да, общаться, что-то делать вместе. «Артплей» переехал на Тимура Фрунзе, фабрику «Красная роза», где просуществовал до 2007 года. Тоже очень большой был движ там внутри. Выставок стало больше. Архитектурное бюро были. Те, которые переехали в нынешний «Артплей», крутые и популярные. И когда мы приехали на Курскую, к сожалению, контракт с девелопером подразумевал, что в 2007 году помещение на Тимура Фрунзе придется оставить. Мы нашли руинированное пространство, собственно, в котором располагались какие-то склады, какой-то китайской обуви. Руины есть. Да, да, да. Ну, разношерстные какие-то совершенно... Ну, какие-то даже промышленные, да? Какие-то помещения, в которых было что-то странное. Поэтому мы... Стояла очень сложная задача, потому что часть этих строений, несмотря на то, что они были руинированы, были признаны памятниками архитектуры XIX века. Собственно, сам завод-манометр, который Федор Гакенталь основал в XIX веке. И нам нельзя было особенно ничего трогать. Нам нужно было очень бережно все реконструировать. Поэтому мы их реконструировали и решили не приводить завод к единому какому-то облику, как, например, с армой случилось, а сделать все здания разными. Потому что тут есть и XIX век, и XX век, и то, что было построено уже и в XXI веке, после 2000 года, они не могут быть одинаковыми. Поэтому у нас все здания разные, и это помогает ориентироваться посетителям, потому что есть желтый дворик, красный дворик, синий дворик. Если ты говоришь в подъезд с Хлебным Человеком, все примерно понимают, что это девятое строение, фигура Хлебный Человек Андрея Кузькина, которая там лезет по столбу внутри. Это помогает ориентироваться и как-то веселее, что ли, от этого. Да, и нужно тоже сказать, что мы не только про выставку говорим, которая проходит в Artplay, ведь там очень много учебных заведений, таких конкретных. Да, да, да. Очень серьезных образовательных центров. Если бы у нас в Москве был свой Монмартр, он был бы на Курской в любом случае, потому что у нас в Artplay только пять учебных заведений. Это Британская высшая школа дизайна, Московская архитектурная школа, Scream School, где готовят художников, которые занимаются моушн-графикой, RMA, галерейный менеджмент, и Moscow Music School, пять, получается, я их насчитала. Киношкола. Да, 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 киношкола. И нас окружают сплошные вузы, то есть, в принципе, процент студентов, которые живут и тусуются на Курской, он очень большой. Такое Art Skolkovo у вас. Да, да. Здорово. Точно. Друзья, мы сейчас сделаем небольшую паузу, после того продолжим. Ну, я получаю 70 квадратных километров, да? Получается, 170. 170. Мы взяли еще в управление соседний завод Плутон. Обалдеть. Все, давайте это осмыслим. Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Наталья Рубина космическая, просто невероятная представительница арт-плея, сегодня в гостях у телерадиоканала Страна.ФМ. Мы понимаем, что это замечательный такой культурный город в городе, где можно жить, учиться, наслаждаться всеми... Да вообще гулять, смотреть современную Москву. Да, всеми благами искусства 21 века. У меня такое еще замечание, которое мы должны отметить. Что интересно, вот мы говорили сегодня про выставку Микки Маус, «Вдохновляя мир», которая сейчас идет в арт-плее, мы туда всех приглашаем, но вы еще сотрудничаете с экологической акцией «Большой», тоже нашими гостями были у нас в эфире, «Искусство ради экологии». В чем там суть? Что вы издаете в определенных точках по 2 килограмма алюминия, бумаги, стекла, пластика, и получаете за это дело экологический талон, а его уже обмениваете на билет культурный. И вот один из билетов — это как раз ваша выставка. Все я верно говорю? Микки Маус. Микки Маус. То есть вы поддерживаете эко... Инициативы. Департамента природопользования. На самом деле это очень отрадно, и когда к нам зимой обратился Департамент природопользования с вопросом, хотели бы мы поучаствовать своими мероприятиями в этой акции, мы тотчас же согласились, сказали, так прекрасно и замечательно, что Департамент природопользования... Можете, все мы здесь сегодня собрались? Да-да-да, хотя бы сам начал привлекать внимание к проблеме раздельного сбора мусора, потому что у нас, например, на территории Artplay есть пункт раздельного сбора мусора, компания «Сфера экологии», и поток людей туда не иссякает. Каждый день люди приносят этот мусор, раздельно собранный, и в charity shop пункт приема бэушной одежды, которую тоже можно принести. Ничего себе. И они ее, если она совсем ветхая, сдают в переработку, если она еще пригодная, они ее отдают бездомным, если она очень хорошего качества, они ее продают и деньги отправляют на благотворительность. То есть нам тема раздельного сбора и переработки вообще не чужда, а если это исходит еще и от государства, то есть инициатива пошла сверху, мы поддерживаем с удовольствием. Articolog.ru Дорогие друзья, заходите, читайте, выбирайте и смотрите, куда можно принести вторичное сырье. И на Микки Мауса можете сходить за мусор. Принесите 2 килограмма макулатуры. И пойдите. И культурно просвещайтесь. Но еще одна выставка, я тоже хочу просто об этом напомнить, проходит у вас, она уже популярная, нашумевшая и по-прежнему идет. Да. Давайте, расскажите о ней. Ну, мы говорим сейчас о выставке Самскара, которую привезла в Россию компания FullDomPro. Это выставка, которую сделал художник мультимедийный Андроид Джонс. А Андроид Джонс массовому зрителю известен тем, что он один из художников, принимавших участие в работе над фильмом «Аватар». И, собственно, сама выставка Самскара, она как будто бы ты оказался на Пандоре. Есть такое ощущение. Она представляет собой и работы Андроида на холстах, и купольные проекции, их там две, и VR-очки, в которых ты можешь полетать над всеми вот этими мирами. Да-да-да. Как будто бы ты летишь. Парящие горы. Вокруг парящих горы, всех вот этих вот персонажей. Выставка потрясающая. Она идет уже больше года. Это выставка-рекордсмен, и поток желающих ее посетить не иссякает, поэтому смысла закрывать ее, конечно, нету никакого. Так что приходите, тоже можно успеть. Ну и на Микки Маус. Но мы про Микки Маус еще поговорим. Ну и Микки Маус — это святое, святое. Да, у нас еще и видео есть, мы чуть попозже его покажем. Вот скажите, пожалуйста, в основном аудитория, вы говорите, молодая, но старшее поколение привлекается, ну совсем постарше, к модной Москве. Да, ко мне вот часто обращаются СМИ с просьбой описать портрет нашего посетителя. Наш посетитель, он от 18 и, мне кажется, до 90. То есть люди комфортно себя чувствуют к тем, кто постарше. Это же прекрасная возможность для людей старшего поколения. Ты приходишь, тебе не надо нигде ходить, ты садишься на пуфик удобный и под музыку, никуда не передвигаясь. Вокруг тебя сменяются полотна великих художников, и ты, собственно говоря, читаешь на текстовых экранах огромными буквами их биографию основные факты, познаешь новое, смотришь искусство под музыку, и при этом удобно расположился на пуфике, то есть все прекрасно. Они очень нас любят. Мы для людей старшего поколения всегда даем большие скидки на билеты, потому что билеты у нас дорогие, и будет им тяжело покупать их в полную цену. Поэтому мы призываем всячески и взрослых, и людей старшего возраста на наши выставки. Им есть там что посмотреть. Кафешки тоже есть, конечно. Да, вкусные. Кафешек очень много, и постоянно открываются новые. Класс. По поводу Микки Мауса. Микки Мауса озвучивал Уолт Дисней, да? Да, вначале. Первые мультфильмы. Его любимец был, получается, и он самый главный там в этой иерархии Диснея. Может быть, компания Дисней говорила, что они в дальнейшем как-то его собираются, может быть, опять ввести в строй. Модернизировать, может быть, как-то. Опять он будет сниматься в мультфильмах. Есть какая-то информация, может быть, говорили, может быть, что-то уже, какие-то тизеры новых его предстоящих работ. Микки Маус последний раз снимался в мультфильме в 2017 году. Не так давно. Да, да, да. Поэтому он как бы не прекращает свою кинокарьеру, он продолжает оставаться на больших экранах, но он уже перерос в статус обычного мультяшного героя, он стал уже глобальным символом, глобальным брендом Дисней. Он всегда встречает во всех Диснейлендах Микки Маус и Мини Маус, но он, наверное, уже скорее играет роль логотипа Дисней. То есть уши Микки, они узнаваемы абсолютно, и этот силуэт везде. И когда мы стали делать выставку Микки Мауса, я удивилась, насколько много Микки повсеместно. То есть за день можно встретить очень-очень много Микки Мауса. Просто гуляя по Москве. Друзья, у нас сейчас маленькая пауза, после которой мы продолжим общаться с Натальей и посмотрим еще один ролик. Так что будьте в компании Страна ФМ. Дамы и господа, Наталья Рубина по-прежнему в гостях у Страны ФМ, пиар-директор Центра дизайна Арт Плей. Мы сегодня говорим о том, что же можно там увидеть, что можно посмотреть и с кем можно там сфотографироваться. В частности, мы говорим о выставке Микки Маус «Вдохновляя мир», которая продлится до... 31 мая 2019 года. Время есть. И у нас тоже есть еще интересное видео, которое посвящено выставке Микки Маус. Давайте тоже сейчас обратим внимание на экраны, чтобы уже так подытожить. Ты готов к встрече с легендой? Говорит нам видео для наших радиослушателей. У них там звук-то есть. В начале вступления. Ушки, ушки. Ну, все такое модное в стиле Микки. Так, ну-ка. Тоже похоже на Микки, но также на мышку, наверное, из... Пикассо, что ли. Пикассо, верно, все верно. Это надо увидеть. Радиослушателям говорю, не только слушать, лучше увидеть. Микки Маус «Вдохновляя мир». Класс. Приходите, друзья, не пожалеете. Есть ли там место для Мини Маус? Конечно, Мини Маус, это же подруга Микки Мауса. Безусловно. Да, и она... Она кто, кстати, подруга или девушка его? Девушка его. Геллфренд. Они так и не поженились за вот это все время, нет? Нет, зато поженились актеры, которые озвучивали Микки и Мини Маус. Вот это я хочу прям акцентировать. Друзья, вы представляете, те ребята, которые начали озвучивать в далекие-далекие годы, там, сколько лет назад? 90? Начали озвучивать двух персонажей, которые дружат, Микки и Мини Маус. И в итоге актеры поженились в реальности. Обалдеть. Актеры сначала был Уолт Дисней, а потом тот актер, я, к сожалению, не запомнила имени, который стал озвучивать. Первый голос. Второй после Уолт Дисней актер Микки. И актриса, которая озвучивала Мини, стали мужем и женой в реальности. Это очень мило. Сказка. Другие представители империи Диснея там есть? Конечно. То есть у нас все семейство Микки Мауса и вся то, что называется франшиза Микки. То есть его друзья Дональд и Гуффи, его собака Плута и его герлфренд Мини Маус. Которые, собственно, они представлены в выставке, и можно почитать про их родственные связи. И как они, да-да-да, семейное древо Микки Мауса. Можно посмотреть, компания Сваровский даже к юбилею выпустила специальную линейку фигурок вот этой вот франшизы Микки. Они представлены очень красивые в виде кристаллов Сваровский там же на выставке. И вот все эти герои там есть. Круто. Насколько дети современные относятся к нему тепло? Тепло, да, потому что может быть уже время другое, да, где-то история игрушек, где-то Шрек. Вот тут как-то... Либо уже еще что-то новое. Да, или Мадагаскар. Что сейчас вот? Ну, да, мы все-таки старались... Сравнивают же? Да, 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 конечно. Старались таргетироваться больше на тех людей, которые помнят Микки по мультфильмам. Это все-таки мамы, скорее, современных нынешних детей. Но для того, чтобы дети не заскучали, мы сделали мультимедийную часть короткой. Она не очень длинная и очень динамичная, чтобы они могли ее высидеть. То есть там есть напольная проекция, чтобы им как-то было весело бегать, следить за этими движущимися картинками на полу. И есть какие-то крупные тексты, чтобы они могли тоже почитать, что-то понять про Микки Мауса и проследить его историю. То есть там идет рассказ от ретро-Микки, когда он еще был черно-белым, без перчаток, без таких вот глазок, как у него сейчас. Да, он другой, у него мордочка другая. У него постепенно, да, появлялись перчатки, брови, глазки такие, мордочка изменялась. То есть мы показываем, как он менялся. Эволюционировал, да. Эволюционировал, да. И потом показываем, как он влиял, собственно, на моду и искусство. Ну, в общем, коротенький такой блок мультимедийный, чтобы дети высидели его. Скажите, мне знаете, что интересно, Наташа? Вот все вот эти такие бренды уже глобальные, ну, которым по 90 лет, да, получается, мы уже день рождения отмечаем Микки Мауса, ему 90 лет. Вот в чем вообще их такой секрет? Они, ну, я могу предположить, очень любят, да, свой персонаж, его развивают, не отходят от каких-то правил. Либо там, наоборот, много свободы. Вот почему так живет вот эта история долго, и причем все у них так живет долго? У нас как-то мало, можно привести, ну, Дед Мороз. Ну, таких вот явных персонажей, героев у нас, на мой взгляд, не так много, как у них. Ну, вот, насколько я могу судить, по взаимодействию с компанией Дисней, у них разработаны гайдлайны, которые были созданы еще художниками при самом Уолте Дисней. Гайдлайны, но это как инструкция такая, да, инструкция, да, описание такое. Описание по характеристикам персонажа и как его изображать. Философия, короче, такая. Да, 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 философия персонажа. У них есть Микки Байбл, то есть на русский язык переводится очень смешно, Библия Микки. Тем не менее, вот Микки Байбл, которая была выдана нам, как разработчикам выставки, прежде чем начать работать, мы должны были изучить эту Микки Байбл, понять, что можно делать с Микки, что нельзя делать с Микки. Правила обращения, этикетов. Они очень строго придерживаются этих правил. Мне кажется, за счет этого, за счет строгости обращения с персонажем, он продолжает оставаться актуальным и модным до сих пор. Ну, то есть никакой свободы с Микки Маусом. Ну, да, достаточно жестко. То есть у него там есть какое-то определенное количество постов, в которых его можно изображать... Даже так? Да, да, да. То есть движений. Он говорит определенные фразы. Он, правда, не сразу начал их говорить. Сначала он только свистел и... Но потом научился. Потом научился. Да, да, да. Еще у него был писклявенький голосочек, но это я помню. Можно ли какие-нибудь фигурки Микки Маус детям приобрести там вот это? Да, конечно, конечно. То есть у Диснея очень большая сеть компаний, которые производят продукцию с Микки Маусом. Есть сувенирный магазин. Я, кстати, можно объявлю о конкурсе? Мы бы очень хотели и с сегодняшнего дня запускаем конкурс для родителей и детей. Можно изготовить Микки в любом виде, из любых материалов своего, прислать нам фотку в наших соцсетях, собственно говоря, об этом написано, прислать или запостить в качестве комментария под постом свою поделку. Мы все поделки соберем, выставим их в аванзале. Они какое-то время будут представлены в составе выставки. Фотографии или сами? Нет, сами поделки физически. Просто если родители с детьми в Москве или области, они могут приехать к нам, когда мы объявим о том, что конкурс завершен, и мы собираем все эти поделки, мы их поставим, этих Микки Маусов в аванзале, и лучшая поделка получит дорогой подарок. Наташа, есть ли какой-то хэштег на этих фотографиях? Нужен? Микки в артплей. Хэштег одним словом Микки в артплей. По-русски? Да, по-русски. Дамы и господа, пока вы пишете и фотографируете своего Микки, у нас будет небольшая пауза. Дамы и господа, Наталья Рубина по-прежнему в гостях у телерадиоканала Страна ФМ, по-прежнему мы вас приглашаем в артплей, ну и по-прежнему поздравляем с днем рождения, с юбилеем Микки Мауса. И хотим напомнить, что на выставке у Микки вы можете попасть бесплатно, ну как бесплатно, нужно собрать макулатуру, алюминий, стекло, пластик, да, все подробности на сайте artykolog.ru, и вы можете получить экологический билет, акция экологическая, и за это сходить куда-нибудь на выставку, вот в частности на культурную, узнать о Микке Маусе поподробнее. Там интересно, очень, очень. Может быть какие-то книжки там еще есть у вас про Микки Мауса, может быть какие-то театральные постановки можно поучаствовать, расскажите, Наташа. Будем делать рамочную программу, то, что это умным словом рамочная программа называется, посвященную Микке Маусу, и на день рождения Микки, официальным днем рождения считается 18 ноября, именно 18 ноября 28-го года. То есть мы заранее, да, вышел пароходик Вилли, мы бы хотели устроить концерт, сыграть симфонию из мультфильма «Фантазия», хотели бы сыграть музыку, чтобы зрители смотрели выставку под живое исполнение музыкантов. Это как раз штурвал, где он крутит вот этот, да? Слушайте, а Микки скорпион получается. Да, Микки опасный, опасность, как и все скорпионы. И хотим организовать лекторий для того, чтобы и взрослые, и дети могли узнать, как же именно он все-таки влиял на моду и на искусство. То есть лекторий, он, конечно, больше уже для взрослой аудитории. Как архитектура Диснея устроена, то есть Дисней же, Диснейленд это город, у него есть своя архитектура, своя планировка. То есть мы же центр архитектуры и дизайна, и будем смотреть на Микки с этой стороны. И хотим сделать, естественно, по выходным программу для детей, чтобы они там рисовали мультики, смотрели мультики, разбирали их с какими-то детскими искусствоведами, делали поделки, делали игрушки. Но пока вот выставка еще идет, и с ноября начнется наша программа активности. Наташ, кондитерские какие-то, может быть, поделки в виде тортов Микки Маус? Да, вот, кстати, интересный факт. Когда у нас открывался Микки Маус, там были кондитерские поделки, и выяснилось, что кондитерские поделки не могут быть с изображением мордочки Микки. То есть не могут быть. То есть они могут быть вот конфетки или какие-то там пироженки или марципан в виде головы с ушками черной, но мордочка Микки там не должна быть нарисована. Это противоречит философии Дисней, поэтому если делать поделки, то только в виде головы с ушками. Вот тяна. Вот так вот. Вот тяна. Поедать Микки Митя. Слушайте, ну вы как человек, который весь в искусстве знает азы художественного, архитектурного промысла, вот вообще персонаж Микки, он простой, вот нарисован он просто? То есть вот как художник, скажите нам. Я скорее не как художник, я как сценарист человек учился сценарист. Ну вы все равно как исследователь в этом всем деле. Могу сказать, что персонаж Микки очень сложный в том плане, что у него нет негативной стороны. Он абсолютно... Именно персонаж. Да, да, да. У персонажа есть только положительная сторона. У него нет какого-то внутри альтер-эго, которое... Даже оправдать его не надо. Которое было бы на темной стороне, хотя бы чуть-чуть, потому что он не делает никаких плохих поступков, он не борется, у него нет никакой внутренней борьбы. Он только шалит. И поэтому, да, это тяжело для художников работать с таким персонажем. А для сценаристов-то как? Да, и для сценаристов придумать сценарий, в котором Микки исключительно шалит, не проходит ни через какую-то так называемую арку героя, когда персонаж меняется, он не меняется. Может быть, в этом как раз секрет его успеха, то, что он не меняется. Стабильность. Прямо, да, да. Друзья, приходите в ArtPlay, смотрите на Микки Мауса, смотрите на то, каким он был в 1928 году, и смотрите, как он, наверное, сейчас уже со смартфонами разбирается и прочими современными гаджетами. Это интересно. Приходите всей семьей. А вот я подумала, вот в этом, наверное, его, так скажем, эволюция, что он просто переходит из эпохи в эпоху. Ну, то есть он, как оказалось бы, такой стабильный, но при этом он же уже и там смартфон юзает. Ну, мультиков, да, где Микки юзает смартфон, еще пока нету. Но вот, например, есть мультфильм, он, по-моему, не выходил на большие экраны, но можно посмотреть его в YouTube. Микки в России. Как Микки и Минни приезжают в Москву, идут в Большой театр смотреть балет. Артист русского балета западает на Минни, начинает с ней заигрывать, и Микки, значит, радостно и весело в этой своей шаловливой манере дает этому Тумака, несчастному нашему русскому артисту балета. То есть защитил свою женщину. Поэтому, мне кажется, в России такой мультфильм показывать нельзя, потому что это же наша русская гордость. У нас же две гордости. Это русский космос и русский балет. А тут Микки американский дает Тумака русскому артисту балету. Не политкорректно. Но в то же время мультик очень интересный. Ну и на YouTube он есть. Слушайте, а вот сколько Микки лет? 90. Нет, это понятно. В смысле, вот он как персонаж, он же всегда молодой. Да, да, да. Сколько ему лет? Ну, они, конечно, хотели, чтобы он был как мальчик, то есть... То есть ему 12, 10, там. Ну, то есть как подросток. Мне кажется, что-то в районе 16, потому что он же находится в гендерных отношениях с Минни, а для этого он должен быть совершеннолетний плюс-минус. Ну, то есть до 20, мне кажется, до 20. То есть понятно, так-то мы отмечаем 90 лет персонажа, но как в мультиках ему 16... Но в душе он там плюс-минус 16-18. 16-18 лет. Прикольно. И Минни так же, да? Ну да, наверное, да. Ой, какие герои, боже. Ну, эти герои, я думаю, что будут развиваться. И большое спасибо Artplay, что вы нам показываете их, показываете то, как можно жить с ними в 21 веке, хотя уже действительно этим персонажам много лет. Приходите до мая, есть время, участвуйте в конкурсах. Наташа нам рассказала, и вся информация есть в соцсетях Artplay. Да. И в нашем тоже Инстаграм тоже смотрите. Если вы пришли большой компанией, кто-то может смотреть Микки Мауса, кто-то может ходить по остальным 170 гектарам Artplay. И 25 километров вы можете запросто намотать. Наташа не даст соврать, это можно сделать за ночь. Вы что думаете, Наташа такая стройная? У нее работа такая. Да, да, да. И умная, и движевая. И фитнесом позанимался, просто ходил на работу. Спасибо вам огромное. Друзья, у нас в гостях была пиар-директора центра дизайна Artplay Наталья Рубина. До встречи. Спасибо. Спасибо, что позвали. Да, безумно интересно. До новых встреч. Спасибо.